граждане товарищи и примкнувшие к ним комсомолки мы категорически приветствуем нас вас нас на дегрудозон на развлекательном канале инстаграм и как вы понимаете а любимая рубрика наших подписчиков трэш-обзор и моя любимая рубрика отказ ты все время отказываешь потому что все время горю что не могу я это буду не буду это все одинаковое это вдруг нашел разное жаня съездил в очередной раз в гомель да и у нас два белецкая и над сожжем элит значит у меня вино плодовое крепленное крепкое улучшенного качества белецкая м сок сброшенного спиртовой и яблочной вода питьевая спирт тиловый из пищевого сырья сок сброшенный спиртованный черно-смородиновый и сахар сахара здесь у нас 50 грамм на литр производитель гомельский винодельческий завод хомель улица рогачевская 10 у меня тоже производитель сок сброшенный спиртовой яблочный вода спирт вода питьевая сок сброшенный спиртовой черноплодный рябиновый спирт этил артификатор из пищевого сырья сок сброшенный спиртовый клюквенный сахар и пищевая добавка е-224 да да над сожжим на сожжим элит 18 процентов спирт да и у меня тоже 18 процентов сахара 60 грамм на литр значит там у тебя клюковка есть у меня клюковки нету ну а яблоко и черноплодка и не объясняли местные гамильчане это их местный москов было куплено в магазине денис на ж.д. вокзале в городе гобель это 2 рублящим да это 07 за 7 улучшенного качества за 7 то есть но но для тех кто не может понять что происходит в кадре есть у нас такая рубрика с олегом трэш обзор где мы пьем разные веселые напитки а теперь внимание на пробку та самая на на та самая пластиковая пробка не винт ничего сразу видно кто чаще это открывает да ну что это сегодня можно трэш обзор это правду сказать легче открывается чем в юности ну да ну что да ладно так значит в левые стаканчики я лью белец кого у меня стаканчики рухнули ну я так попал стакана ну да рис очки на рысочки да слушай они реально разные по цвету давай сюда это над сожжим да да это по цене они одинаковые ну вот новобелевая так поближе сюда чтобы набили еще в литровых пакетов вот так работал ну что граждане товарищи мы приступаем к ну а понятно тара ну извините в нормальную посуду я это лить не собираюсь начнем с новобелевского добили данного велись хочу норм ну яблоком яблоком пахнет яблоком пахнет яблок яблочным соком таким чуть-чуть гулявшим для новобелец район чуть-чуть подгулявший яблочный сок а второе а второй пахнет по-моему если честно во втором ягодкой мне больше по моему пахнет мне мне по моему пахнет слушай в небу до нормана пахнет не ну давай так по сравнению звездной площади бакилевская так же я думал это трешак а это не я уже давно я последний раз такие бутылки в стекле но всем видел вот здесь вот больше ягодная вот это вот которая краснит над сожим получается а белецкая но вот яблочная не на белецкая то яблоко мне пахнет советским шампа шампанским да ну вот это не какой там этот ну вот это то же самое только не газированная а вот это вот вот она ну как она какой-то даже малинкой отдает что-то в составе еще там черноплодка есть сок сначала яблочный черноплодный клюква а вот клюква это клюква с яблоком такое сочинание дает нужно ну просто клюкву ну да да я сейчас почитал на клюква согласен это клюква не ну что с какого начнем давай начнем с шампанск обычно шампанским за с новым годом югене валили нет не шампанское это не шампанское же я не так я скажу что она если бы грибная яма и она не пахла ребят то во вкусе она есть я не уверен что хотя мы скорее всего соблюдаем все традиции только мы пьем со стакана и яблочко уже у нас нарезано они его не кусают мы со столом так много в благородном этом антураже но на пахло вполне благородно это все еще яблочко но она знаете как вот проблема даже не в спиртях и спиртях и тут вот как раз таки сильно нету но это вино но это очень такое плохо это плохое домашнее вино да ну она знаешь я бы не сказал что кислятина вот мне бы лучше бы на кислятиной было и чуть-чуть она какой-то такой мне не нравится послевкусие сам вкус вот при первом касании губ вроде ничего давай так она тоже 18 градусов давай вот просто вот мы тут недавно перед а эту рябину но рябина получше гораздо в рябине не было вкуса это может был и большой плюс а здесь как бы так ладно мы пока не добиваем да или нет или добиваем нет пока не не можем допить конечно давай дадим шанс нам еще жарить чашлыки вне 2 2 пахнет она гораздо приятнее не знаю мне больше белизкой а мне наоборот ну ладно я не удивлю что сейчас она по вкусу будет приятнее чем по запаху она будет такое же та же самая какая же химоза да не химоза хиробора только только еще с клюквой вот это кислое вот а ты говорила что все чернила в белоруссии одинаково нет женя это лучше чем вот вся хиробора которую мы пили до нее нет давай так давай грузкой купеческой ну купить мне кажется что новогрузка линейка намного лучше чем услышать но на самом деле как у какой у нас там убила это просроченная как его спасибо нашему другу лёше это как его ссылочку видите да там это было во втором или в третьем этом трэш дозоре когда ой какая трешка неприятная таким спиртом отрыгнулось что одно что второе я помню что на каком позиции вы получили так гайки новогрузки короче у меня вот это вот выигрывает ну таки я тебе сразу я даже по запаху проигрывал это запах мне этого нравился больше ой ну вкус написали новогрузки на троек у нас там было так что мы сказали так это ж ну да мы почти все выпили да мы все выпили мы все допили там как казалось а мы же почти допили все эти три бутылки наобзоре но тогда был Никита знаешь он нам помогал мы не допьем сегодня это да ну это останется этот уже как бы и посевную и уборочную это прошел это останется как бы папе для для друзей Олега Дельнобойщика тут если вы не знаете да у нас местный прикол у нас тут Олег Дельнобойщик ой нет ну это что одно что второе это жесть я до сих пор не понимаю тех кто берет вот там условно на троих а особенно вот это при цене 7 рублей при том что водка ну Женя вот в Гомеле в этом фирменном магазине вот этого завода я не фирменно покупал я покупал нет когда ты покупал в фирменном ты там условную водку с какую-то там местную та-та-та брал там за минимальную рекомендованную цену горелка там у нас была условно 8,60 да ну блин добавьте полтора рубля вы получите 0,5 40 градусного нормального ну какого ляда вот это вообще брать я не понимаю вот это можно белецкая еще раз повторюсь белецкая есть в литровых пакетах тропаковских если на запах белецкая реально похоже на белорусское это яблочное шампанское то во вкусе ну да и по цвету похоже только цвет более ну слушайте это дрянь это откровенная дрянь второе дрянь не второе вообще убийственное у меня после этого сожа я уже не над сожем я сейчас нахожусь над этим самым как это над вот этой точкой невозврата знаешь когда когда я понимаю что камера выключится я пойду в туалет и из меня это все начнет выходить не ну как эксперимент эксперимент конечно было весело но блин это больно давайте так следующий раз обзор состоится честно только через бусти вот мы повесим галочку там условно говоря за сколько ты готов это пить еще раз нет я готов если я тоже найду что-то уникальное допустим то что у нас погибли я готов там условно 10 тысяч россии мы снимаем очередной трех обзор не хочу больше это пить больше не буду это делать только если или через год вот когда я забуду ощущение от вот сегодняшнего нет смотри вопрос том что либо там донатом нам говорят что попробуйте это попьем давайте так мы повесим кнопка донат мы сделаем там где-нибудь не знаю либо в бусте либо в донейшин разряда знаете там трэш-обзор да и на ней надо этим донате будет висеть десять тысяч вот донат в десять тысяч и мы пьем трэш-обзор да и поверьте я найду такого трэш-обзора что ли а этот меня убьет чем-нибудь ну а а так а он как бы может так появиться ну допустим вот этот трэш-обзор появится совершенно спонтанно потому что я поехал на меня нужен Женя мне когда сфоткал я сказал хочу над СОЖем но теперь я не хочу над СОЖем мне нужно было съездить в Говель по семейным обстоятельствам два раза за неделю и такой нюанс что ну вот такой вот не очень веселый гомельский спецвыпуск ну все ну говно ну давай я так тебе скажу что как бы магнат-то могилевский все-таки там когор-то нет когор за семь рублей терпимее чем вот это гораздо ну слушай это ну это это этот самый паровозик это паровозик не что что 1 хотя допустим я периодически там пил где-то на фестиваль а там какие-то люди привозили на я допустим сейчас понимаю что это было под влиянием каких-то эмоций там это давай 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 не знаю же никому это must have но так ладно мы должны обратный круг пройти еще потом у нас же еще есть традиции так не теперь с этого с красненького ладно может извиниться но честно по запаху ничего до дна после второй раз гаденька конечно но не так но вот фраза кошки насрали во рту на это и сюда ворота после этого остался горечь яблоком и какой-то рыгательный спирт кстати вот те люди которые вдруг там не в этом моменте попали на канал и думаю что мы просто прикалываемся из-за того что мы там у себя выдавливаем эмоций потому что вот посмотрите привет привет где новогрузка чернила трэш-обзор короче где там по-моему я я помогла писал там типа 33 всадника апокалипсис короче суть в том на заставке буду я женя и никита он же в этом же вот в этом вот в стилистике ада это вот не ламска можно было было нормальное винище ну то есть на самом деле мы его выпили и такие типа мы там подготовились мы там знаете взяли какой-то смолец дешманский а в итоге и смолец оказался вкусные винища нормальные мы здесь срочное было нормально фрут вейн фрукт вейн был господи я вспомнил да она была вот и мы сегодня не 10 обзоров записали понятно что мы это пишем последним да то есть ну съемочный день в силу того что рецепторы после этого изгажены настолько что что-то пить нормальное после этого не хочется но у меня сейчас вот отрыжка отвратительная даже в качестве каких-то там из примет и покупать это пошел так возвращаемся к этому к милиции мой белец к второй шанс а после сожи белецкая пьется более-менее как уже а я белый вино посмотри знаешь что выпивается нормально но потом приходит вот та же самая хрень в послевкусие которая есть ой боже насколько плохо быстро и тарелку яблок съели дальше думал не ставить ее в начале обзора любил умею практикую давно не это видно что ж комельская краска штука песка белая честным не в обиду за воду можно вот у этого завода кстати у него это хватает у нас есть обзор они еще не вышли они выйдут ну они квартирные поэтому выйдут позже чем природным но есть правда часть обзоров этого завода которая немножко запоганены по звуку потому что мы снимали в очень ветреную погоду и мы забыли ветрозащиту и у нас там шумы такие мол никиты снимали но может шорцев них же не нарежет может они в тик токе появятся кстати подписывайтесь там на тик токе на честно вот вы если подпишетесь на тик ток допустим или понимаете в тик токе в шорцах может выйти то чего на к на основном канале не было и не будет но там выйдет раньше потому что чисто логически она может в силу того что есть запоротая запись но с нее минуту вырезать можно а обзор который хотя бы минут на 8 невозможно сделать а минуту с ощущениями вырезать можно минута выйдет ну конечно не винища лютых это вот реально видишь даже так все хорошо начиналась эта рубрика ты пил со стаканчика вот это вот слоним sky вот так вот держал да вот пластиковый но ты же не пил поэтому тебе было хорошо а мне было хреново все хорошо хорошо мне было очень хреново а то чтобы я потом балкон вонял две недели извините я это пил купеческая один из этих самых последних господи как же слушай эти и грисси вот это последний которую все-таки заперли в страшах даже обзор где там коньяк с лобрушкой не слушай вот эти отвратительные крепкие пиво да то есть но которые вот противные были вот эти вот вся вот это вот набор вот этих всех как репышей которые прямо гадкие были ну слушай ну пока это один из самых гадких треш обзоров потому что честно ребят может мы уже не так сильно реагируем как в первые разы на какую-то дичь потому что мы же не наверное уже знаете как ну все-таки у нас как-то вот так получилось у нас большинство треш обзоров сняты были там напитки которые первый год существования канала и мы после этого всяких там говновиски говноводок перепили много и ну знаете как ты уже подготовился у тебя уже морально есть вот это вот типа ну на эти две бутылки даже моей морали не хватило слушай я в эти две бутылки просто как-то верил здесь проблема еще в этом я так скажу мой что-то поменял потому что на сошим я там два года назад пил это в принципе было нормально граждане знаете что меня радует что мы в беларуище а не в россии это не вот этот вот сидор от которого люди дохнут да там ну условный у нас хотя бы это все проходит там бесконечные проверки я точно знаю даже если это не вкусно и мне сейчас не очень приятно мы я через полчасика там скушав шашлычка картошечки какой-то там запившие минерал очки да у меня желудок полностью придет в норму меня не будет там не сварения жуткого еще чего-то просто вот сейчас я сижу просто ну максимально вот на одном яблоки до закусывая просто максимально противно потому что ниже то это что одна вторую шоков что 1 2 говно коктейль это стороны ну по полному стакану делаем как положено для трэш обзора значит по рисочку первого только слоями наливай по кончику ножа может еще модера получилось понимали никаких обманов знаете есть категория людей которые пишут там из разряда ну скажем так у всех алкоблогеров на каждый алкоблогер еще это кто-то смотрит из блогеров а нас смотрят кстати некоторые блогеры удивительно да там с некоторыми мы дружим кстати вот про алкоблогеров просто человек не просил ничего но я посоветую можно есть такой канал алкополка да хорошо значит человек на нас подписан я сам посмотрел несколько обзоров мне понравилось человек не знаю по каким там личным причинам он лицо в кадре не показывает у него очень интересный подход к обзорам у него вот кадр идет сверху на стол но у него эстетика всегда очень закуска красивая красиво лежит бутылка и человек достаточно интересно обозревает напитки и он тоже достаточно регулярно выкладывает вот каким и но ссылка будет под ролик да мы я думаю сделаем ссылку на этот ролик и на его канал и я к нашим подписчикам обращаюсь в первую очередь честно не поленитесь посмотрите неплохой человек человек молодец делает хорош и еще раз говорю это никакая коллаборация чего он не просил у нас ни о чем это ничего просто как-то вот появился там в чате в комментариях мы что-то по переписывались ей я сам посмотрел мне очень понравилось его творчество и я считаю что это интересно вы можете уделить этому внимание есть вы захотите а сейчас уделите внимание розового будет нет гомельская резаная резаная роза резаная роза так можно говорить делиться на сужим лид звучит над сужим бельюшка элит а вот так вот и в ту сторону нас уже мы лид бельцкая а давай ставим это над белецким сужим или или над сужим белецкая элит белецкая на сужим да как угодно или белецкая над сужим да можно куда угодно вставлять ну что мы это по половинке и потом да да я надеюсь вы слышите звуки окружающего там че званин папа что-то чистит такое знаете по плитке там соответствует моим ощущениям этот звук вот приехала эта машина вот когда в доме местная канализация да у тебя там кончить и стоять да то есть но когда надо откачивать в итоге потом это самая дошла выкинули все ты закрываешь и вот весь двор пахнет вот тем что мы сейчас во рту тарелку яблоко прости мы реально съели тарелку яблоко трешечина лютая что одно что второе могилёв вы делаете о вашего гор они тоже делают херню понятно делать такую же следующий если будет он скорее всего будет найти на от академии науку то есть мы мы их будем натыкаться если мы будем покупать по одной там потом соберем что-то нет это следующий обзор будет чисто у меня полный рот противные слюны мне хочется отрыгнуть это все вот я хочу сейчас сказать такие что вот у нас уточкой обычно заменяется вот кряком а мы держимся ну блин ребят честно не смотрите на то что мы спокойно это все говорим как бы ну это вообще хоть слышно что что мы говорим да есть еще правила и так далее но давайте так давайте самый простой вердикт олега ядович давайте говно да прости меня мама ты смотришь этот обзор твой сын сказал ну мне мама как-то было сказала на какой-то есть трэш обзору говорит ты знаешь ты говорит вот ну говорит вы в вас классные обзоры интеллигент мне мама смотрит на обзоры вы вы были прикольные тем что вы не матюкаетесь то что ну вот вроде бы интеллигентные люди которые могут пить всякое но при этом соблюдать какой-то вот ну такой позитивный этот самый настрой но на какой-то обзор где реально могут пили какой-то говно винище и я там знаете постоянно вот такой уж шука вот это вот делал мама говорит вот говорит ну говорит как-то неприятно но вот здесь вот реально вот это слово просится ну ребят серьезно даже не мат учитывая все но не матюкаемся мы принципиально на канале и запикиваем потому что но я считаю что вообще мат в публичных выступлениях недопустим для меня конечно для некоторых идиотов допустимо для меня нет он может либо быть либо спонтанно либо в тему я считаю так ругаться матом надо же не уметь умеет вот у меня у папы был сослуживец но по работе он к сожалению покинул у нас несколько лет назад был хороший папин друг все ты знаешь он когда матерился вот было ощущение что человек пушкина цитирует вот он настолько гармонично и к месту и а не вот когда ты матом ругаешься ли я вот если это за я смотрю она нашу такой я как будто извиняюсь это делаю а он прям вот ну от него это шло вот как как это говорится вот ну изнутри и из души в душу да и вот я считаю что если человек так умеет welcome но когда человек использует ненормативную лексику просто от того что у него не хватает словарного запаса и подобрать слова какие-то мне лучше сделать чем проматериться ну простите если если кто-то считает по-другому я человек который старается матом ругаться только в исключительных ситуациях или в очень узком кругу где вообще в принципе ну никто не прореагирует как-то иначе в общественных местах я матом не ругаюсь никогда ну извините а youtube общественными для меня для всех общественных мест к сожалению знаете как учитывая что я придумал этот канал и я его идея хоть женя там почти равноправный владелец почти части часть от его половины акции принадлежит вани и где-то процент еще никите но к сожалению правила устанавливали части устанавливая и вот но честно знаете что это моя политика ну что итог ну что говнище то ну нет вообще вот вот когда ни зачем ни при каких обстоятельствах вообще ни 1 не 2 ну реально а теперь мы поднимаем этот бокал знаю что в нем находится заметьте мы знаем что там находится что нас ждет за ваши лайки за ваши подписки и комментарии донаты что немаловажно потому что донаты ваши лично мне позволяют ну более-менее как-то существовать вот если вот эти вот все вокруг меня там имеют основную работу я честно откровенно вот ну вот прямо вот вам в лицо говорю что я решил для себя посвятить больше себя youtube каналу но времени именно холдингу инстаграм так скажем не только это вы также есть и instagram который сеть запрещенная в россии да или там как не называемая не запрещенная и тип ток и twitter и вконтакте те ссылки на запрещенные незапрещенные под ролик да то есть ну вот я что-то и нет я конечно какую-то еще работу чтобы не умереть голоду но в целом я больше себя стараюсь посвятить вот этому надеюсь если вы не хотите чтобы я сдох есть ссылка на бусте ну не поленить у нас есть эти люди которым я очень благодарен что они подписаны на бусте и там есть прямо люди серьезным перком на бусте ну скажем так и кстати к этим людям когда они в комментариях что пишут мы прислушиваемся как бы чуть-чуть активно я а соответственно и мы там потом летают установку еду покупать я просто буду уже не говорю ты знаешь просили подписчики он говорит но это просили подписчики которые мне очень дороги это так эта информация для размышления ни в коем случае не заставляю вас там мы в любом у нас наша политика канала ну это же длинный ролик у нас наша политика канала но многие говорят там допустим есть ролики специальные для подписчиков на бусте вот допустим такие как это да которые будут себе у нас на бусте для подписчиков не выходит ничего того что не выходит в общественный доступ в остальных социальных сетях все еще даже делом удобно там подписывать мы искренне считаем что поддерживать нас вы должны только в том случае если вам этого захотелось и никак иначе мы не хотим клячить клянчить из вас деньги за то что допустим а вот хотите смотреть трэш обзоры будьте добры выложите там допустим не знаю 10 тысяч за год до российских нет ни в коем случае вы можете смотреть вообще просто так но знаете что если вы смотрите просто так мы призываем вас к тому но еще все равно смотрите постоянно нажмите хотя бы кнопку подписка или нажмите лайк под видео или дизлайк если вам это видео не понравилось но или напишите комментарий но оставьте свою какую-то реакцию потому что это для нас как для создателей контента очень важно ну вот для нас важнее всего зрительский отклик не знаю как уже я к этому так это потому что ты понимаешь что то что я тоже я как закрылась зачем дырну опять меня уточку эту крякающую ну ладно ну то есть да ребят понимаете правильно ни в коем случае там я не говорю дайте мне денег нет но если вы вдруг захотите я не против и же не не против и ваня не против а я поделюсь с ребятами я вам честно говорю не ни один донат по моему еще не ушел чисто в меня нет но что было такое когда-то донат я забрал чисто себе не было ну вот и все большое спасибо что это смотрите лайк подписки комментарии и пейте хорошие напитки за вас ребят а мы запьем говно